В лагере поисковиков возле полевого штаба складируются все находки, которые ребята привозят с полей. За 4 дня здесь уже масса всего интересного. Вот, например, этот. О! Немецкий танковый пулемет МГ поисковики считают уникальной находкой. Оружие такого рода вообще большая редкость. А уж найти его в почти целом состоянии – это огромная удача. Так же, как и вот эта немецкая каска. Казалось бы, чего удивительного. Таких касок по полям сражения огромное множество, но обратите внимание на степень ее сохранности. Она великолепна. Прекрасно читается даже декаль с нацистской свастикой. Чего здесь только нет. И остатки раскуроченного взрывом танка, котелки, шлемы, винтовки, печки, телефонные аппараты и многое другое. После экспертной оценки этих находок, часть из них отправится по музеям, ну а часть, которая не представляет ценности, пойдет на металлолом. Но самое главное, за эти четыре дня, за первые четыре дня экспедиции, было поднято семь бойцов. За эти дни проведения вахты памяти было найдено более 150 образцов различного боезапаса. Временка Великой Отечественной войны как Красной армии, так и Германской армии, армии Вермахта. 152-е заряды наши, гаубичные. Потом 82-е минометные, там в количестве около 50 штук, единиц. Ну, не считая патронов F-кагранат РГ, FF, 32-х яйцов, которые в простонародье называются колотухи. Ну и был найден в верхнем с поверховом слое снаряд от реактивной установки «Катюша», который в простонародье назывался «Ванюша». Эквиваленту 42 килограмма тротила. Он находился в верхнем пахотном слое. То есть, не дай бог, после следующей вспашки его бы просто могли уже зацепить трапером. Согласно нормам и правилам сотрудников МЧС об уничтожении боезапасов, это будет сейчас взорвано. Катюша, 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 Катюша. Ну, надо помыть его, нужно присесть. На фонбричь. Крышки. Подальше. Каши нет? Не, каши нет. Ну, водой не нужно. Висит шкрябывает. Сбух не соберет. Какой-то типа люка. Ну, стоп, стоп. Не может быть такая? Может. Ну, сейчас в дно посмотрю. Это по кругу где-то. Нет. А, это Дегтяревский. Нет. Ящик. Все, доставай, да? Да. Только под низ, ниже вертикальные лопатки. Вертикальные еще и. Интересно, когда достаем оружие там. Самое интересное, мне тоже очень сильно нравится. Уже здесь я поднимал. Вчера бойца нашего. Пока мы сейчас третий боец мой. Очень был рад. Потому что я поднял первый раз. Я увидел целый скелет. Наживая. У меня такое шикарное ощущение. Хорошее. Первый боец, когда я поднимал, было страшно. Сейчас уже как-то я уже к ним привык. Уже не так страшно. Пока есть. И, конечно, и улыбка на лице, когда наш. Ну, немец это тоже человек. Он тоже. Ну, я говорю, не все немцы плохие люди. Некоторые люди, ну, немцы тоже же их заставили идти воевать. Они же тоже пошли воевать. Ну, тоже же, конечно, немцев жалко. Всю свою жизнь к этому посвятить. Может, еще как бы не готов. А вот заниматься, ну, пока мне есть так. А мне это нравится. А пока мы с этим будем заниматься. И мне там звонят родители. Говорят, тебе там не надоело? Говорят, мама, баба, если бы мне тут надоело, поверьте, я бы уже отсюда уехал бы. Пока мы с этим здесь, значит, мне это нравится. Поехали.